Пока маленькие девочки только осваивают плие, старшие уже готовятся поступать в хореографические училища и точно знают, что должна уметь настоящая балерина. Там надо тянуть стопы, колени, улыбаться, тянуть шею. Мне нравится балет, потому что там они красивые балерины и изящные. Я понимаю, конечно, что это сложно, но мне нравится. Со стороны балет кажется волшебством. Красивые артисты, эффектные декорации, воздушные балетные пачки, завораживающая музыка. За всем этим стоит невероятный труд, серьезные нагрузки, даже боль и слезы. Но все это окупается. Во-первых, это всего, конечно же, дисциплина. То есть она во всем. Даже вот девочки, которые уже закончили, уже взрослые девочки, там они профессии выбирают разные, абсолютно далеки от хореографии. Это школа жизни. То есть эта дисциплина, она вообще во всем. И внешняя, и внутренняя, и во всем. То есть по времени мы ценим время. Это здоровье, это культура поведения, культура одежды. То есть вообще все в принципе. Умение ценить искусство, прекрасное видеть, самое лучшее, красивое в нашем мире. Здесь, в студии Татьяны Гребенкиной, занимаются 23 девочки. Балетмейстер не ставит перед собой задачу, чтобы все воспитанницы обязательно стали профессиональными танцовщицами. Но многие связывают с балетом жизнь. Выпускницы танцуют даже в московских трупах. И нынешние воспитанницы студии участвовали в балетных спектаклях московской труппы «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Золушка». Сейчас они готовятся к конкурсам. И это очень важный этап в становлении и стимул для занятий. Волшебная сказка может стать для одних образом жизни, а для других – трамплином для достижения новых целей. Пока маленькие принцессы только отрабатывают изящные поклоны. Но нет сомнений, что они и дальше останутся принцессами. Их этому научит балет.